Приветствую всех и хотел бы заранее дать прогноз, чтобы как можно больше смогли с ним ознакомиться. Ислам Махачев против Алекса Волкановски. Ну и что ж, давайте начнем, наверное, с андердога Алекса Волкановски. В принципе, такого какого-то особого разбора этот поединок и не требует, потому что я уже все тщательно проанализировал. Алекса Волкановски, ну скажем так, великий чемпион в полулегком весе, да, разобрался он с Максом Холлоуэем, трижды у них была разборка, да, разобрался с Брайаном, но полностью зачистил дивизион и там ему доказывать нет. Перебирается в легкий вес, чтобы сразиться за пояс. Очень высококлассный ударник, но многие, знаете, многие переоценивают вот эту вот мощь Алекса, да, защиту от тейкдаунов Алекса, потому что он и близко, даже близко не встречался с таким оппонентом, как Ислам Махачев. И то, что он может в борьбе, да, в борьбе, в грэплинге, в джиу-джитсу, назовите любыми областями. Везде хороший Ислам Махачев. В борьбе просто нет изъянов у Махачева. В ударке кто-то говорит, что Волкановский лучше, но Махачев также совершенствуется своей ударной техникой, что, собственно говоря, показал поединок с Алексом Оливейрой, да. Я давал прогноз, я говорил, что Махачев выиграет и выиграет он с Абмишином. Все так, в принципе, и случилось. Хотя многие, многие довольно-таки верили в Оливейру, в его способности на земле и то, что он действительно составит много проблем Исламу Махачеву. По итогу, что мы получили? Да, собственно говоря, получили мы декласс. Больше мы ничего там не получили. Ни одной опасности Оливейра не смог предоставить там Махачеву. Ни в стойке, ни на конвасе. В Волкановске, честно говоря, здесь единственный шанс, если его как-то и можно рассмотреть, это лайки-панч. Но, опять-таки, Волкановский не обладает сверх-нокаутирующей мощью, чтобы взять и просто срубить Ислама Махачева. И эти шансы еще больше приравниваются к нулю. Сейчас, кстати, на разных контролях по-разному. Коэффициент на Махачева 1.3, 1.35 на разных. Плюс-минус этот диапазон. И, смотрите, я назову здесь железную ставку. Реально железную. И это победа Ислама Махачева. Я рассматривал, как Волкановский, что он сможет сделать. Ничего он не сможет сделать. Это нужно, чтобы все звезды просто сошлись в этот день. И только тогда можно как-то рассматривать какой-то вот апсет, не апсет, что можно сказать. Больше, собственно говоря, никаких шансов у Волкановского нет. Да, Коэффициент не великий, но эту ставку в действительности можно назвать ЖБ. Далее, что касательно иных исходов. Я вижу победу. Вот многие говорят, что этот поединок вполне затянется. И многие прогнозируют, кстати, что он может затянуться. Я вижу, что, допустим, в поединке с Брайаном Артегой, вот вспомните, где чудом пережил Волкановский. Да, характер, да, волевой парень, да, невероятный. Все это понятно. Но просто Ислам Махачев такое не простит, что простил ему Артега. Тем более, Махачев физически намного мощней Брайана Артеги. Вот, в удушающих, в болевых, во всех аспектах. Поэтому моя вторая ставка, это победа Махачева болевым или удушающим. Там Коэффициент, не знаю, линия еще не полностью открыта. Он, думаю, будет неплохой. Где-то, может быть, под трешечку, может быть, трешечка. Вот такой вот. Также очень хорошо смотрится данная ставка и вполне себе может оправдаться. Сказал бы, процентов на 70. В победе Махачева, собственно говоря, я уверен, на 95%. Волкановскому нужно что-то нереальное. И действительно нереальное, чтобы совершить этот апсет. Что ж, вот такие были мои все мысли на данный поединок. Делитесь своими мыслями в комментарии. Дайте поддержку этому ролику. И будем двигаться дальше.